Глава тринадцатая книги Иисуса Навина До пределов Екрона к северу считаются ханаанскими пять владельцев филистимских — Газский, Азотский, Аскалонский, Гевский, Екронский и Аввейский. К югу же вся земля ханаанская от Меары Сидонской до Афека, до пределов Аморейских. Также земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Валгада, что подли горы Ермона до входа в Ямаф. Всех горных жителей от Ливана до Месрефов Маима, всех Сидонян я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе. Раздели землю эту в удел девяти коленом и половине колена Монассийна, а колено Рувимова и Гадова с другой половиной колена Монассийна получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку, как дал им Моисей раб Господень, от Ароера, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока и всю равнину Медеву до Дивона. Также все города Сигона царя Морейского, который царствовал в Есивоне до пределов Амманицких, также Галаат и область Гессурскую и Махскую, и всю гору Ермон и весь Васан до Салхи, все царство Ога Васанского, который царствовал в Астерофе и в Едрее. Он оставался один из Рефаимов, которых Моисей поразил и прогнал. Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гессура и Маахи, и живет Гессур и Мааха среди Израиля до сего дня. Только колену Левиину не дал он удела. Жертвы Господа Бога Израилева, суть удел его, как сказал ему Господь. Колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей. Пределом их был Ароэр, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве. Есивон, и все города его, которые на равнине, и Дивон, Вамоф, Ваал, и Беф, Ваал, Меон. И Аца, Кедемов и Мефаав, Кириафаим, Сивма и Царев Шахар на горе Емек. Беф, Фегор, и места при подошве Фаски, и Беф, и Ешимов, и все города на равнине, и все царство Сигона царя Амморейского, который царствовал в Есивоне, которого убил Моисей, равно как и вождей Мадьямских, Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших в земле той. Также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими. Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по племенам их, города и села их. Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым по племенам их. Пределом их был и Озер, и все города Галатские, и половина земли сынов Аммоновых до Аруэра, что пред Раввою. И земли от Есивона до Ромав Мицфи, и Витонима, и от Маханаима до пределов Давира. И на долине Беф-Гарам, и Беф-Нимра, и Сакхоф, и Цафон, остаток царства Сигона, царя Есивонского, пределом его был Иордан до моря Хинеревского за Иорданом к востоку. Вот удел сынов Гадовых по племенам их, города и села их. Моисей дал удел и половине колена Монассийна, который принадлежал половине колена сынов Монассийных по племенам их. Предел их был от Маханаима весь Вассан, все царство Ога, царя Вассанского, и все селения Иоировы, что в Вассане, шестьдесят городов. А половина Галаада и Астаров и Едрея, царственные города Ога Вассанского, даны сынам Махира сына Монассийна, половине сынов Махировых по племенам их. Вот что Моисей дал в удел на равнинах Муавицких за Иорданом против Иерихона к востоку. Но колену Левийну Моисей не дал удела. Господь Бог Израилев сам есть удел их, как Он говорил им.